Добрый вечер. Сегодня в нашей студии собственной персоной начальник управления культуры администрации города Владимир Иванович Капкан. Добрый вечер, Владимир Иванович. Добрый вечер. Владимир Иванович, ну лето обычно вот какое-то некое затишье в культурной жизни, но Тагил наоборот как-то показывает себя очень яркими событиями, которые прошли, которые еще состоятся. Вот из того, что не так давно было. Это фестиваль памяти Акуджавы. Прошел в нашем городе впервые статус регионального, да, он приобрел. А судя по количеству участников даже и всероссийского, потому что гости из Севастополя, Крыма были. А расскажите, пожалуйста, вообще, как впечатление у гостей от этого фестиваля, как он в целом прошел? Ну, наверное, прежде всего надо говорить о том, какое впечатление у зрителей, тех, кто побывал на этом фестивале. Но, на мой взгляд, это очень знаковое событие для нашего города, потому что фигура, персона Булата Акуджавы, она не требует, наверное, особой оценки, потому что этот человек уже вошел в историю, да, он стал легендой отечественной литературы, отечественной культуры. И то, что его имя связано с нашим городом, для нас очень почетно, приятно и ответственно вместе с тем. И очень здорово, что на сегодняшний день мы находим отклик и такую же оценку, как мы сами оцениваем, да, со стороны очень многих людей. Их даже сложно назвать партнерами, потому что они отчасти или во многом инициаторы самого фестиваля, самой вот этой идеи. Я, прежде всего, говорю о Министерстве культуры Свердловской области, которое, ну, как-то по-особому прониклось вот самим духом Булата Акуджавы и вот причастностью к нашей уральской земле. И приняли самое активное участие в организации проведения фестиваля. Но, поскольку он проходит в Нижнем Тагиле, задействованы были, естественно, и ресурсы Свердловской области. Это Свердловский областной дворец народного творчества, один из соучредителей, организаторов фестиваля. Но не обойтись было без наших участников, без наших коллективов. И здесь надо особо подчеркнуть роль нашей центральной городской библиотеки, которая вообще сейчас курирует и ведет этот проект. При библиотеке создан общественный совет, как известно, и многие тагильчане вошли, являются членами этого совета, которая занимается поддержкой проекта или реализацией проекта создания центра «Дом Булата Акуджавы». Но, помимо этого, еще они выступили непосредственными организаторами своего фестиваля. И по оценке, прежде всего, зрителей, которые пришли, по оценке участников, которые действительно съехались из самых разных регионов нашей России, и мы уже подумываем о том, чтобы перевести этот фестиваль и стремимся при поддержке министерства сделать его всероссийским фестивалем. И как-то мне верится, что это у нас может получиться. Но самое главное, что была очень четкая организация. И в этом, конечно, заслуга наших коллег. Я испытываю определенную гордость и радость, потому что по результатам фестиваля приглашали нас в Министерство культуры. И было отмечено особо, что Нижний Тагил свои обязательства исполнил очень четко, правильно. И было спланировано или оговорено, что мы предполагаем, что этот фестиваль станет для Нижнего Тагила традиционным. И в будущем году мы его повторим на другом уровне. Нельзя не отметить, конечно, и особый статус фестиваля, который помогли нам укрепить и гости, почетные гости. Это и приезд научного работника из музея Переделкина, музея Булата Акуджавы, который там расположен. И который с большой заботой и вниманием относится к формированию, к созданию нашего центра. И наши гости, как вы уже подчеркнули, из Крыма и Севастополя, которые тоже оценили саму идею. И с благоговением воспринимают фигуру Булата Акуджавы. И в большом восторге от нашего города и от организации приема. Но я думаю, это все нас вдохновляет на то, чтобы в дальнейшем фестиваль жил и развивался. Поэтому искренне хочу еще раз поблагодарить всех тагильчан, которые пришли на фестиваль и на концерт. Вы знаете, что поддержала этот проект, да, и приехала, и провела такой благотворительный концерт. Елена Камбурова, народная артистка России, которая тоже и знакома была с Булатом Акуджавой, и в ее репертуаре немало произведений. Она целую программу посвятила этому замечательному человеку и его творчеству. И самое важное, что весь сбор от концерта, он перечислен на сегодняшний день уже в фонд насчет библиотеки для создания центра. То есть для создания экспозиции. Поэтому нас это еще больше вдохновляет и обязывает тому, чтобы поскорее реализовать этот проект. А когда этот проект будет реализован, что с центром имени Акуджавы, на какой год навечено его открытие? Ну, вообще-то у нас для себя мы цель обозначили, которую поддерживает сегодня Министерство культуры Свердловской области, 2015 год открытия центра. Поэтому в настоящий момент главный вопрос, я говорю, решить, чтобы нам передали здание администрации города. А мы сегодня все ближе и ближе к тому моменту, когда мы готовы войти и приступить непосредственно к реализации, размещению, экспозиции, созданию особых условий, атмосферы, чтобы этот дом в постоянном режиме не только в отдельной празднике, в дне рождения Булата Акуджавы, а он вообще жил каждодневной насыщенной жизнью, и была возможность у тагильчан прийти и ощутить дух этого великого человека, и ощутить ту роль, которую он сыграл и в развитии культуры нашего города. А каким образом этот дух будете создавать? Что там будет присутствовать в экспозиции? Ну, это будет, естественно, рассказ прежде всего и творческая биография самого поэта. И, разумеется, будут отражены те годы жизни, которые он провел в этом городе, непосредственно живя в этом доме. Но самое главное, это будут творческие встречи со многими интересными людьми, которые уже на сегодня выражают готовность, ну так вот, как Елена Антоновна Камбурова, да, приехать сюда и здесь провести концертные программы, концертные выступления. Это касается и литераторов, и писателей. То есть я считаю, что это будет достаточно насыщенная, интересная жизнь, прежде всего, творческая интеллигенция, но и не только. Все, кто расположен к искусству, да, к высокому слогу, да, литературы, то, я считаю, здесь найдет именно вот то место, в котором он сможет, ну, очиститься душой или прикоснуться к прекрасному. Угу. Хорошо, еще об одном приятном событии. Буквально накануне несколько тагильчан вернулись с приема губернатора, где стали лауреатами губернаторских премий в сфере культуры и искусства. Владимир Иванович, расскажите, кто это за какие заслуги получили? Ну, откровенно говоря, мы быстро привыкаем к хорошему, и на самом деле для нас уже почти традицией стало, что каждый год наши тагильчане, наши земляки, те, которые занимаются деятельностью в сфере культуры и искусства, они часто бывают отмечены высокими наградами. И вот буквально вчера, действительно, несколько дней назад мы узнали, так скажем, об этом событии, и узнали о решении губернатора, и состоялось несколько дней назад вручение губернаторских премий нашим деятелям в области музейного искусства. Здесь, прежде всего, надо говорить о фигуре нашего почетного гражданина, директора Ниждагильского музея-заповедника, создателя, собственно говоря, нашего музея как заповедника. Надо говорить об Иване Григорьевиче Семенове, именно за его вклад в сохранение историко-культурного наследия Урала он был отмечен губернаторской премией. Затем отмечены премии целый коллектив, группа наших музейщиков, которые реализовали проект «Исконный свет Салафиила», который тоже построен на работах, которые хранятся в фондах музея Павла Голубятникова, нашего замечательного художника. Они отмечены за такой интересный, нестандартный подход, и уникальный проект, который они осуществили. И что особенно приятно, мы в последнее время наблюдаем особое оживление, но здесь надо отметить особую поддержку и заинтересованности главы города, в возрождении тагильского промысла, в сохранении. Потому что у нас буквально на днях еще открылась и выставка подносного промысла, если вы знаете, в музее Демидовская дача. Те, кто еще не узнал об этом или не слышал, то я предлагаю не упустить возможность, поскольку в течение нескольких месяцев эта выставка будет работать в музее Демидовская дача. И, во-первых, познакомиться с самим музеем, с новым объектом, и познакомиться с теми удивительными экспонатами, которые расположились на этой выставке. Но должен сказать, что, конечно, на сегодняшний день тагильский поднос — это прежде всего те мастера, которые сохраняют и развивают традицию. И одним из лауреатов премии стала еще и Вера Павловна Полева. Это наш уникальный мастер, удивительный мастер подносного промысла. Ее работы хранятся в коллекциях многих и многих музеев и в частных коллекциях, разумеется. И вот за свои заслуги в сохранении и развитии тагильского подноса она отмечена была премией губернатора. Для нас это очень приятно, и мы, конечно, горды и радуемся за своих земляков. Ну, остается, да, только поздравить, конечно, всех номинантов губернаторских премий. А сейчас, Владимир Иванович, хотелось бы поговорить о драматическом театре. Порадовали зрители-актеры, две премьеры подготовили, да, на этой неделе и на следующей состоятся. А далее актеры уходят, есть у нас информация, на летний отпуск, и в здании состоится ремонт, да, долгожданный ремонт. Вот давайте об этом немножко поговорим. Ну, должен сказать, что мы ремонты ждем с нетерпением, ждем начала ремонта, хотя, поскольку следствием ему станет преобразившийся театр. К сожалению, есть обстоятельства, которые нам сегодня не позволяют совершенно точно назвать сроки, когда начнется ремонт. Мы единственное представляем, что это произойдет в нынешнем году, ну, ряд частных обстоятельств. И предполагаем, что он в следующем году должен завершиться. Но есть, конечно, проблемы, которые нас сегодня беспокоят по другому поводу. Ведь тагильчане, они привыкли, они полюбили, и эта любовь, она взаимна, да, театр любит тагильчан. Тагильчане любят наш театр. И даже за вот 2013 год, должен сказать, что в театре побывало 58 тысяч зрителей. Это немалая часть. Я понимаю, что здесь многие неоднократно, кто-то из гостей города бывает в театре. Но, тем не менее, востребованность есть. Естественно, как только театр встанет на ремонт, возникает вопрос о организации проведения его спектаклей, доступности театра. Потому что мы полагаем, что было бы неправильно вообще прекратить на это время работу театра, только, скажем, репетиции оставить, или только чтобы он гастрольной деятельностью занимался. Это непростой вопрос, который требует, ну, так сказать, ответственного, серьезного решения. Решения на сегодняшний день нет по этому поводу, потому что уже в наш адрес идет немало обращений, немало вопросов и в управление культурой, и в администрацию города по поводу организации работы театра. И входят разные слухи об использовании, так сказать, ну, чуть ли не выдворении какого-либо из учреждения освобождения для работы театра. Я хочу ответственно сказать, об этом ни в коем случае речи не идет. Вот о том, что мы должны создать условия, чтобы театр мог продолжать свою работу эпизодически, так скажем, на разных площадках города. И мы очень надеемся на отклик наших коллег-партнеров, в том числе из ведомственных учреждений культуры, которые не муниципальными являются. И с их стороны готовность помочь и поддержать вот нас в этой сложной обстановке есть. Но, по крайней мере, о том, что прекратить работу одного учреждения, ну, я конкретно скажу, там, больше всего беспокойства у Дворца молодежи, об этом речи и быть не может. Ну, Дворец молодежи как основной площадкой, да, рассматривался? Конечно, рассматривается как площадкой, которая удобна для жителей центральной части города. Потому что, ну, увы, у нас здесь еще есть и определенные требования к стандартам, которые на сцене должны существовать для актеров, в том числе размеры декораций, то есть размеры сцены. Вот поэтому здесь эта площадка как для показа спектакля, она рассматривается, но ни в коем случае речи не идет о том, что будет прекращена или сокращена работа тех коллективов, которые сегодня находятся во Дворце. Поэтому вот мне бы хотелось, пользуясь случаем, успокоить, да, и работников Дворца, и участников коллективов, которые работают, сегодня занимаются во Дворце, ну, и родителей, детей, которые приводят туда. Поэтому я так думаю, что здесь неприятных сюрпризов никому ждать не приходится. Ну, найдете разумный какой-то вопрос, да? Я думаю, да. То, что это создаст определенные сложности, надо будет этот вопрос регулировать для руководителя этих коллективов. Это безусловно. То есть мы понимаем, но это взрослые, ответственные люди. Я думаю, что с нашим участием, с участием администрации города, у нас получится найти разумный баланс, так сказать, чтобы не ущемить серьезные интересы ни одной из сторон. Чем еще творческие коллективы порадуют тагильчан этим летом? Можно говорить здесь и про гастроли, если кто-то отправляется на какие-то фестивали. Ну, вы знаете, что у нас лето, это горячая пора, действительно, проходит очень много конкурсов, конкурсных творческих состязаний в нашей стране. Многие коллективы самостоятельно планируют свое участие. Но есть проекты, которые уже стали традиционными. И у нас, вы знаете, в городах-побратимах тоже есть такие проекты. В городе Хеп регулярно раз в два года проходит европейский фестиваль духовых оркестров «Фижо». Ну, я думаю, тагильчанам не стоит рассказывать о нашем легендарном коллективе, который сегодня представляет Нижнетагильскую филармонию. Это духовой оркестр «Тагилбенд», который мы видим на всех праздниках. Его сейчас выступления не радуют зрителей еще не только звуком, но и своими движениями, его называют даже танцующий оркестр. И в этом году оркестр получил приглашение от наших побратимов из Чехии, об участии в фестивале «Фижо», который состоится в конце июня традиционно, на площадках, на улицах этого замечательного исторического города. И сегодня оркестр готовится и репетирует программу, готовится выехать, представлять не только Нижнетагилу, а представлять российское духовое искусство на этом престижном фестивале. Поэтому от всей души хочется радовать за них, очень верим в них и надеемся, что они достойно представят наш город и Россию на этом уникальном музыкальном форуме. У нас ведь тоже есть парад оркестров, не рассматривали такую возможность, пригласить оркестр города Хеп к нам в Нижнетагил? Рассматриваем и эту возможность, и, по-видимому, это произойдет в будущем году, потому что, вы знаете, следующий год он юбилейный, это знаковый очень год для всех граждан нашей страны, потому что это год после 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы вообще задумываемся уже сегодня, готовим ряд мероприятий, которые ознаменуют вот это ярчайшее событие историческое. Да, и мы отметим и отдадим должность, память тех, кто защитил нашу страну, наше государство. Но это, конечно, должны быть и какие-то яркие, творческие такие события. Поэтому мы не исключаем и участие, скажем, наших побратимов в таком празднике. Хорошо. Ну и завтра, Владимир Иванович, государственный праздник, День независимости России. Уже посмотрели многие афиши, наверное, что в парке Бондино пройдет большой праздник «Тагил наш общий дом». Расскажите, что за мероприятие будет впервые на открытой площадке, впервые 12 июня именно этот фестиваль. Праздник «День России» практически ежегодно отмечается в нашем государстве, в нашем городе. Основной площадкой, как правило, у нас являлся парк «Имни Бондино». Но в этом году здесь произойдет особое действие, потому что здесь совмещены два события. Второе событие, которое тоже имеет уже хорошие традиции и давние традиции в нашем городе, это фестиваль национальных культур «Тагил наш общий дом». А ни для кого не секрет, что «Тагил» – удивительно многонациональный город, здесь свыше 100 национальностей проживают. Тем не менее, есть большие национальные диаспоры, то есть крупные, так скажем, диаспоры, которые сохраняют свои традиции, свою культуру. И нам кажется, в этом особая ценность нашего города – взаимопроникновение культуры, взаимопонимание. И оно может только осуществляться на основе постоянного общения и знакомства с традициями той или иной национальности. И в этом году принято решение, что в парке Медибондина в 13 часов откроется фестиваль «Тагил наш общий дом», в котором будут участвовать практически все жители, все национальности нашего города. Но около 20 диаспор будут представить свои отдельные, я не знаю, это, наверное, правильно назвать, какие-то уголки, да, свои места, в которые они познакомятся с традиционной кухней, с особенностями своей культуры, музыки, танцев и так далее. Вот это все будет происходить в парке, поэтому все те, кто придет на этот праздник, я думаю, смогут постичь все многообразие, многообразие, разнообразие культур тех национальностей, которые живут в нашем городе. Спасибо вам за беседу, Владимир Иванович, остается нам с вами, наверное, только пригласить, да, еще раз всех тагильчан завтра. И поздравить с праздником, наверное. Поэтому с праздником приходите, всего доброго. Всего вам доброго.